Несмотря на то, что в Китае был зафиксирован новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом, нефтяной рынок проявил солидарность со всеми прочими частями финансового мира, банально протоптавшись на месте. Хотя вопрос частичного карантина хотя бы в отдельных регионах Поднебесной можно считать уже решенным. Конечно, такая ситуация в Китае неизбежно приведет к заметному падению спроса на энергоносители, в первую очередь на нефть. Тем самым участники рынка в очередной раз убедились в том, что финансовые рынки сейчас зависят исключительно от ситуации Соединенных Штатов. Точнее говоря, от американских финансовых институтов в лице всевозможных банков и различных фондов, которые вчера не работали, так как американцы отмечали День Благодарения. И хотя сегодня в Соединенных Штатах рабочий день, он все же сокращенный. Более того, сегодня полноценно начинается Черная Пятница, и большинство американцев явно будут больше увлечены поиском выгодных скидок и совершением покупок, нежели работой. Это относится к финансовым институтам, так что сегодня застой продолжится, и хоть какое-то ожубление на рынках ожидается не ранее понедельника. Итак, давайте посмотрим на котировки. Фьючерсы на нефть марки Brent сформировали от откат от значения 84 доллара за баррель, вследствие которого актив укрепился в стоимости примерно на 1,5%. В общем плане котировка топчется на месте, что допускает последующее снижение в случае, если котировка уйдет ниже отметки 84 доллара за баррель. Фьючерсы на золото весь минувший день провели в амплитуде 0,5%, что указало на замедление недавнего восходящего цикла. Тем самым возвращение цены ниже уровня 1747 долларов может стать сигналом для возобновления нисходящего хода. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1762 доллара. При этом исходе возможно последующее укрепление стоимости актива. На строения трейдеров по золоту формировались в содержании протоколов с последнего заседания Федеральной резервной системы. Согласно этому документу монетарные власти намерены оценить влияние на предыдущих повышений процентной ставки, о том, какое влияние оно оказывает на состояние американской экономики. Инвесторы предполагают, что уже в ходе декабрьского заседания Федрезерв все же темп ужесточения замедлит и ставку поднимет лишь на 50 базисных пунктов. Что касается пары USD-RUB, ничего интересного в плане технического анализа здесь не происходит и уже не происходило в течение недели. Костировка по-прежнему движется немного выше уровня поддержки в 60 рублей за доллар. Этот уровень сегодня будет испытываться на прочность на фоне роста спроса на российскую валюту в условиях информационного фона, когда западные страны намекают на то, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. И это вынуждает их смягчить часть антироссийских санкций. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео, до встречи!